Гончая плота — единственная американская порода охотничьих собак, не имеющая британских корней. Это очень мощные, крепкие и отважные животные, способные охотиться на кабана и медведя. Обладают неожиданно высоким для таких крупных собак голосом. Хороши в отношениях с детьми. Имеют независимый характер. Нередко пытаются погулять в одиночку, попросту на время сбежать. Основные моменты и интересные факты. Гончая плота была горной породой, выращиваемой и обучаемой для охоты на таких животных, как медведь и кабан. Ганноверская ищейка, или предок гончих плота, имеет способность определять местонахождение раненого животного, даже если следу уже неделю или более. Гончая плота названа в честь семьи немецких иммигрантов, переехавших в Америку, и порода была создана в Америке. На заседании правления в августе 2019 года название породы было изменено с плота на гончую плота. История породы. Из семи пород кунхаундов, зарегистрированных объединенным собаководческим клубом, гончая плота — единственная, которая не ведет свою родословную от английского фоксхаунда. Плот Баламс — горный хребет в Северной Каролине, назван в честь семьи плот, чей предок Джордж Плот эмигрировал в Северную Каролину в конце XVIII века из Германии. Порода охотничьих собак плот Хаунд также названа в честь плота. Предки сегодняшних гончих плота использовались для охоты на кабана в Германии. Родом из Германии, в 1750 году Яханнис Плот эмигрировал в английскую колонию Северная Каролина. Он привел с собой несколько борзых, пять гонаверских гончих, использовавшихся для охоты на медведя и кабана. Этих собак разводили на протяжении нескольких поколений за их выносливость и ловкость. Джордж и его жена Маргарет со своей семьей поселились в горах на западе Северной Каролины. Хотя нет никаких доказательств того, что плот когда-либо ездил в Северную Каролину, его сын Генри поселился там примерно с 1801 по 1810 год и был ответственным за более позднее развитие гончий плота. Плот якобы хранил свой сорт полностью чистым, не делая никаких ауткроссов. В 1780 году стая гончих плота перешла в руки Генри плота. Внешний вид Гончия плота, как правило, атлетично, мускулисто и подвижно, со средним телосложением. В отличие от некоторых других гончих, кожа плот хаунда не мешковатая. Гончия плота это собака крепкого телосложения с ярко-тигровым окрасом. Его внешний вид предполагает способность к скорости и выносливости. Может иметь опознавательный знак, который используется для идентификации собаки во время охоты. Шерсть должна быть от мелкой до средней по текстуре, короткой или средней длины, а также иметь гладкий и глянцевый вид. По данным Национальной ассоциации гончих плота, шерсть собаки должна быть пятнистой. Допустимые оттенки окрасов желто-тигровый, красно-тигровый, коричнево-тигровый, коричневый-тигровый, черный-тигровый, сиро-тигровый и мальтийский. Допустимые окрасы любой из вышеупомянутых тигровых окрасов. Альтернатива черный с тигровой окантовкой. Ассоциация диктует, что хотя белый цвет на груди или ногах, допустим, белый цвет, найденный где-либо еще, является недостатком. Собака плота должна иметь размеры примерно от 55 до 71 см в холке у кобелей и от пятидесяти трех до шестидесяти трех сантиметров у сук. Самцы должны весить от двадцати трех до двадцати семи килограммов. Самки должны весить от восемнадцати до двадцати пяти килограммов. Содержание и уход. Гончая плота будет хорошо себя чувствовать на качественном корме для собак. Любая диета должна соответствовать возрасту собаки. Некоторые собаки склонны к полноте, поэтому следите за потреблением калорий и уровнем веса вашей собаки. Лакомства могут быть важным подспорьем в тренировках, но их слишком большое количество может вызвать ожирение. Проконсультируйтесь с ветеринаром, если у вас есть какие-либо опасения по поводу веса или здоровья вашей собаки. Чистая свежая вода должна всегда быть в миске. Гладкая, тонкая, блестящая шерсть плота может быть любого оттенка тигрового цвета, сплошного черного цвета или иметь отметины. Она требует минимального ухода, всего лишь еженедельного расчесывания щеткой с мягкой щетиной или перчаткой для удаления грязи и распущенных волос. Время от времени принимайте ванну, чтобы избавиться от собачьего запаха. Уши плота следует регулярно проверять на предмет мусора или излишков воска и при необходимости очищать мягкой марлей и раствором для чистки ушей. Когти следует часто подстригать, если они не изнашиваются естественным путем. Плоты это крутые, упорные спортсмены, которым нужно много тренироваться и проводить время на свежем воздухе. Стандарт породы гласит, известный выносливостью, ловкостью, решительностью и агрессивностью на охоте, мощный мускулистый, но обтекаемый плот, сочетает в себе смелость и спортивные способности. Ежедневные активные упражнения, такие как длительные прогулки, пробежки или игры с владельцем, помогут сохранить психическое и физическое здоровье плота. Поскольку плот очень любит охотиться, его всегда следует выгуливать на поводке. Плот умен, внимателен и уверен в себе. Он может вилять хвостом и любить людей, но может быть немного сдержанным, так как он чрезвычайно умен и сосредоточен. Щенков следует тщательно социализировать, показывая ему различных людей, других животных и различные ситуации. Потенциальным владельцам следует запланировать появление энергичного щенка, которому требуется много внимания. Из-за своего интеллекта, плоту требуется умственная стимуляция, чтобы занять его, иначе он найдет способы развлечения, которые вам могут не понравиться. Владельцы должны быть готовы время от времени слышать голос плота в доме. Здоровье. В целом это здоровые собаки. Ответственный заводчик проверит родителей собаки на предмет проблем со здоровьем, таких как дисплазия тазобедренного сустава. Висячие уши, такие как уши плота, могут быть подвержены инфекциям, поэтому их следует регулярно проверять. Зубы следует чистить часто, используя зубную пасту, предназначенную для собак. Регулярные посещения ветеринара для осмотра и борьбы с паразитами помогут обеспечить плоту долгую и здоровую жизнь. Цена и как правильно купить. Оптимальный возраст, когда щенки готовы отлучиться от матери, это полтора месяца. При первой встрече обязательно обратите внимание на поведение собаки. Активный образ жизни, здоровый вид и желание играть, это признаки того, что это правильный вариант. Во время знакомства с щенками не лишним будет проверить имеющиеся документы, уточнить прививочный статус. Важный факт, обязательно стоит обратить внимание на шерсть животного, состояние его глаз и ушей. Покупатель должен уточнить диету матери, пищевые привычки и предпочтения собак. Кинологи рекомендуют приобретать щенка в специализированных питомниках. Так гораздо больше шансов купить щенка с родословной от хороших родителей, который будет сильным и здоровым. Обратите внимание на то, как щенок он ведет себя среди сородичей в естественных условиях, как общается или играет с ними. Следите за поведением вашего выбранного щенка при кормлении. Возможно, приглянувшийся щенок ответит вам взаимностью и проявит интерес к вам как к потенциальному хозяину. Если это произойдет, не сомневайтесь и покупайте. Средняя цена на щенка составляет 300-500 долларов США. Итог. Гончая плота – это большая гончая, изначально выведенная для охоты на медведей. В 1989 году Генеральная ассамблея Северной Каролины назначила гончих плота официальной государственной собакой. Плот Хаунд был впервые зарегистрирован объединенным собаководческим клубом в 1946 году. Плот Хаунд был признан американским собаководческим клубом в 2006 году и выставлялся на Вестминстерской выставке в 2008 году. Выбранные за их способности к выслеживанию и охоте, два щенка Плот Хаунда были обучены в качестве заместителей К-9 для департамента шерифа округа Гилфорд в Северной Каролине.